Больше тысячи спортсменов объединило самое экстремальное и драйвовое событие этой зимы шестой ледовый полумарафон Honor Владивосток Ice Run. Бодрое настроение, удобная спортивная форма и кроссовки – все, что нужно для удачного старта, говорят участники. Но и разминкой пренебрегать нельзя. Мы бежим 5 километров. У нас семейный забег. Мы каждый год бегаем, поэтому это хорошая традиция. 5 километров в шестой раз. Ледовый полумарафон с первого и по сей день. Почему в таком костюме? Символ города. Смотря на то, что я в возрасте, но вот эта молодость, задор, все, это задает мне такую зарядку, что потом на целый год я чувствую себя хорошо. В этом году трасса новая. Стартовый городок развернулся возле школы номер 5 на острове Русский. Первым на лед вышли участники самой длинной полумарафонской дистанции – 21,1 километра. Позже стартовали спортсмены на 10 и на 5 километров. Эти дистанции оказались самыми массовыми. После взрослых на старт вышли дети. Их задача была пробежать 1 километр или 500 метров. Традиционный ледовый забег имеет международный статус, однако в этом году пандемия стала преградой для иностранных участников. Весь прошлый год он вообще под знаком неизвестности прошел. Коронавирус нам все планы разрушил, да, но и не только нам, в общем-то во всем мире. И, конечно, вот это внутреннее ощущение неуверенности в будущем, оно присутствует везде и у всех. И вот эти символы, да, вот особенно как сегодня, возвращение к нормальной собственной жизни, оно создает точно поводы для волнений. В этом году билеты на участие практически во всех дистанциях закончились еще недели за две до даты старта. И все это очень объяснимо. Все просто хотят находиться в обществе, все просто хотят каких-то событий. Ледовый полумарафон – уникальное событие. Если в других случаях спортсмены бегут по замерзшему озеру или водохранилищу, то во Владивостоке траста проложена по замерзшему морю. Но безопасность превыше всего, поэтому перед забегом сотрудники МЧС обследовали лед вдоль и поперек. Толщина льда – 60 сантиметров, в три раза выше допустимой нормы. Участников выпустили на старт. В этом году ледовый полумарафон возглавил рейтинг Russia Travel. Тех мест, которых нужно посетить туристам со всего мира. И самая главная цель, конечно, нашего проекта – быть ключевыми не только в спортивном календаре, но и в туристическом календаре города, края и России, в принципе. Я считаю, что мы добились своей цели. Новая трасса оказалась не из легких. Трудности добавил подтаявший снег. Но это только раззадорило спортсменов. Все получилось. Трассу мы расчистили, трассу мы разметили. У нас маршалы по безопасности, которые курсируют. Конечно, есть сложности. Вчера была плюсовая температура, и она подтаяла снег, и поэтому ребята местами бегут по щеколотку в воде. Даже есть такие места. Но чем хуже, тем лучше, как говорят наши бегуны. Им нравится, когда вот такой экшен, когда драйв. Первым финишировал Евгений Бушков. Он уже в пятый раз участвует в ледовом забеге, а побеждает четвертый. Спортсмен преодолел самую длинную дистанцию – 21,1 км за 1 час 13 минут. В этом году из-за того, что место новое, соответственно, дистанция новая, и она в каком-то смысле тяжелее, потому что первые 10 км ты бежишь туда по солнышку, хорошо тебе греется, и даже не замечаешь, что у тебя сзади-то ветер дует. А как только разворачиваешься, становишься стеной ветра, и обратные 10 км ты просто борешься только с ним, уже даже не с собой. Следом за Евгением финишировали спортсмены менее длинных дистанций. Мне понравилось, все было здорово, было тяжеловато обратно бежать, потому что был ветер. Туда бежали в спину, было хорошо, обратно тяжело. Да, тасить на трассе, ветра, погодных условий, да, хороший результат. Быстрее по льду, еще десятку точно тут никто не бегал. После финиша спортсмены получили заслуженные медали, отдышали, сделали фото на память. Победители разделили между собой призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также получили подарки от титульного партнера ледового полумарафона Honor Владивосток Ice Run, бренда передовой мобильной техники Honor. Нас объединяет, во-первых, желание к победе. Honor действительно один из лидеров рынка, и наши устройства, умные смартфоны, спортивные часы и наушники, это действительно то, что нужно всем, кто любит активный образ жизни. И, конечно, выходить из зоны комфорта и стремиться к лучшему результату, это наша общая философия, я думаю, то, что объединяет и Honor, и всех, кто сегодня вышел пробежать на лед, испытать себя и получить классные эмоции от сегодняшнего дня. Эти эмоции, вдохновение и ощущение себя победителем останутся с каждым участником полумарафона надолго, до следующего жаркого ледового старта в 2022 году. Олег Завьялов, Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.